Welcome, что к игре номер 2 мы подходим, обсуждают опять замену в соточке, соточка убрала брондини. Причина, ребят, становится мне еще более-более-более понятна. Это деньги. За Метеуса выложили невероятную, наверное, по меркам Лиги Легенд сумму. И будет он играть пока, пока будет играть в команде Флайквест на замене. Вчера он играл, и команда Флайквест одержала победу в Академии. Кстати, две победы они одержали на этой неделе. Как и команда Клауд Найн опять одержали две победы в Академии. И там сейчас два лидера в чемпионате академическом в американском. Это команда Клауд Найн с одним поражением и команда Флайквест с одним поражением. Так вот, Метеус ушел из команды соточки, вы это знаете. Его продали в команду Флайквест, он поднял шум на эту тему, есть видосик на эту тему. Я не буду на этом останавливаться. Я останавливаюсь на том, что говорила команда Соточка. Они говорили, что они не могут оставить Самдея в основе, потому что Анда — это новый игрок, и они не могут его наигрывать на про-сцене. А именно Леви, тот самый Леви, которого они заменили на Метеуса в итоге, Леви, который занял основу в Риф Тривелсе, он наигрался с Барандини. И что мы с вами видим? В итоге Анда, который из Академии... Парень просто выиграл лотерейный билет. Представьте, вы играете не суперхорошо. Вы играете классно для вашего уровня. Чалика берете в Америке. Вы состоите в команде FlyQuest, которые вряд ли станут чемпионами Америки когда-либо. Вы находитесь у них во втором составе, и при этом на первом составе вас даже не думают, чтобы туда взять, потому что у них была проблема с главным джанглером — это Шримпом. И Шримпа заменив, они решили взять Санторина из Европы во время перерыва, а не Анду попробовать на Точке Леса. И вы уже к этому привыкли и про себя думаете, ну ладно, еще 2-3 сезона здесь поиграю. Если я вдруг неожиданно не начну играть лучше, или меня не возьмут в какую-то другую команду, значит так и буду. Здесь доигрывать свою карьеру, а потом уже учиться пойду или работать пойду у родителей. Они обычно прогеймеры дальше продвигаются по жизни. Некоторые одновременно с этим учатся и играют, хотя это очень тяжело для прогеймерства. Все же 24 на 7, тебе надо быть готовым тренироваться в компьютерную игру. Ну так вот. И тут парню приходит такое сообщение, собирайся, тебя мы обменяли. Он такой, куда обменяли? Будешь в команде, которая топ-1 сейчас Америки. Он такой, а что? Ничего себе, они говорят, только ты будешь там в Академии. Он такой, ты с удовольствием. Лишь бы убраться из этого болота, из команды, которая топ-1 постоянно на Америке. А кого поменяли, кого поменяли? Меня меняют на этого, на Леви, да, Леви купили, вьетнамцы. Метеуса купили. Метеус будет на моей позиции! Вау! Анда приезжает в соточку и выясняет, что он в команде Академии тогда, но в первый же игровой день в Америке ему говорят, иди, друг, будешь играть в основе. Сам Дэйму. И он тут, вау! Представляете, как у него все круто сейчас? Какая у него сейчас сверхмотивация должна быть, показать себя. Потому что такого шанса больше для этого человека не дадут. Вот серьезно. Если сегодня и завтра соточка проиграет, даже, думаю, если сегодня они проиграют, то уже завтра они не будут играть. Соточка с таким составом сделала 4-2? Нет, они сделали 4-2 с другим составом. Где Метеус был в лесу, Рю был на медиакоде Сан на ботлайне Софрамо, и сам Дэй был на топе. При этом последнюю неделю, американскую именно, не Риф Тривос. На Риф Тривосе соточка проиграла всем. У них было 4 игры, 4 поражения. И при этом у них не было худшего игрока, в отличие от Хуни, который его признали худшим игроком сезона. Ну, сезона, можно сказать, тоже. Риф Тривосе один раз в сезоне проводится. Ну, так вот. За неделю до этого команда Соточка одержала 2 победы, крупные победы, потому что они победили лидеров чемпионата. Они победили команду Эхо Фокс и победили команду ЦЛГ, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, посмотрим, как Анда заменит Метеуса. У кого пик слабее, ты можешь на пиках тоже комментировать. Ой-ой-ой-ой-ой. Там еще как бы они не сделаны пики. Тебе нужно, чтобы я угадывал чемпионов. Я могу угадывать. Давай, задонатишь, буду угадывать тебе каждого чемпиона. А когда пики заканчиваются, я сразу говорю, у кого сильнее. А сейчас я вот буду смотреть на тренеров. Соточка взяла себе ботлейн, настоящий ботлейн, пернатый. Это у нас Зая плюс Райкану Мунду, у нас будет на топе от Самдея. Но он попал уже под контрпик от Дариуса. И Алистар на боте будет от Метти. Кстати, Митя на своем мейне играет. Талия не совсем понятно пока куда. Это может быть Бьерксона Талия на миде. Хотя он больше сейчас ушел в такого саппорта типа мидлейнера. Талия тоже подходит под эту тему, но нет. Возможно, это просто будет лесная талия от Грига. Грига чемпионов, я по-прежнему не знаю. Он для меня появился так же неожиданно, как и для всех. Просто команда ТСМ решили Макьонгу убрать из основы и отправить туда. Ну что ж, мы знаем теперь еще второго чемпиона, который будет у команды ТСМ на ботлейне. Это будет Фиддл Стик. Интересный ход. А Талия тогда куда? Подождите. Талия с Фиддл Стиком сочетается хорошо, но Алистар куда? Знаете, если бы я не думал, что это есть вероятность фуннелинга... Слушайте, это походу будет фуннелинг Талии. Это будет Алистар Лес, Берксом будет на миде играться с Майтом через Талию, Фиддл Стик на боте будет саппортом от Грига или от Миди, и это походу реально фуннелинг Талии. Редкий случай, когда мы такое можем увидеть, но было уже однажды, его играла команда Кингзона, и одержали победу тогда. Они фуннелили Талию. Талия 300 фарма на 20-й минуте. Пайк берет соточка, и что? Это Пайк Лес? Да, ТСМ точно играет фуннелинг, раз они выбирают уже Хеймера какого-то, они выбирают настоящего своего типа ботлейн Адекери, который должен быть. Это будет, судя по всему, Хеймер Дингер, либо какой-нибудь Свейн, Свейн забанил, значит, Хеймер Дингер. А соточка-то что сделала? Кто такой Пайк, и почему он у нас здесь? Это Пайк Лес? Нет, это тоже фуннелинг будет. Подождите, это тоже будет фуннелинг. Фуннелинг на фуннелинг. Если бы я это видео не хотел залить на Ютубе, я бы сейчас поставил песню «Пят усталые игрушки, засыпай». Ребят, в ближайшие 25 минут не произойдет ничего. Я серьезно. Обе команды будут сейчас фуннелить друг друга. Коди сам будет у нас на МИДе через талию играть. Это реально 20 минут АФК. Обе команды будут. Что такое фуннелинг? Заходишь, сержант, на Ютуб, либо на Твич, и на Твиче прописываешь восклицательный знак «Комбо». и получишь ссылку на Ютуб-видео. Либо заходишь на Ютуб мой канал, и там прописываешь слово «фуннелинг». Вот именно, как ты напечатал, и найдешь ответ. Можешь пока посмотреть, там видео идет 10 минут, как раз я все там рассказываю, как это работает, какие есть стратегии. И ты успеешь прийти как раз к счету где-то 1-0 в пользу чьей-то команды. У кого фуннелинг сильнее? Ну, если думать про это, то у команды соточки сильнее. Но, правильно подмечают английские комментаторы, ни команда соточка, ни команда ТСМ ни разу не использовали фуннел-комбо. Ни разу. И у одной команды вообще не было времени подготовиться. Это я про соточку, они играли-то на рифтриволсе. А ТСМ-ы, ну, не знаю, как это будет работать, учитывая, что у них нет физического уровня, только магической. Ну, если ты совершишь в слове фуннелинг хоть одну ошибку, можешь увидеть кучу мохнатых жоп. Кучу мохнатых жоп, да. Главное, не ошибись, когда гуглить будешь. Два фуннелинга, это лучше, чем один. Да не знаю. Они... Ну, реально, это такая унылость сейчас будет. Меняйте Риот местами уже чемпионов заранее. Потому что Пайк будет явно на Бутлайне вместе с Владимиром. Зая будет на Миде вместе с Райканом. И, знаете, вот реально, я первый раз вижу, чтобы американцы так тормозили. Мы привыкли к тому, что, ну, вот, за семь сезонов подряд, и даже за начало восьмого сезона, мы с вами все привыкли к тому, что американцы, как раз-таки, пародисты. То есть европейцы это инноваторы. Они придумывают новые стратегии, игнорируют стратегии, которые идут в Корее, в Китае, и пытаются инновациями какими-то победить. Ну, там, появляющиеся Анечки, саппорты, там, не знаю, Ринкара берут, когда его никто не берет. Ну, вот всякий такой вот бред. Но бывают и скучные игры. А вот американцы, они как раз пародисты. Чаще всего были. То, что появилось в Китае, в Корее, они сразу же себе это исполняют. В этом же сплите американцы тормознуты, как не знаю кто. В Фунеллинг уже даже корейцы начали отказываться, потому что каждая команда знает, как против этого бороться. И легче это забороть, чем проиграть этому. То есть Винрейт все же оказался в пользу тех команд, которые побеждают Фунеллинг. А американцы перешли как раз на эту тему. У нас отобрали у Бергсона красный баф, заинвейдили. И Бергсон решает вместе с Григом заинвейдить теперь этот красный баф. Есть у него смайт, помешать. Владимир вообще сдвинуться не может. Но это просто чуть позже начал заниматься Фунеллингом Бергсон. Чуть-чуть позже. Но это вообще не страшно. Учитывая, что медленд никто все равно не пушил. Линия стояла сама по себе и Бергсон с Григом легко туда успевает. Кстати, странно, что Григ будет играть на Али Старе, а не Митя. Потому что это Митин вроде как чемпион. Ну, возможно, просто Григ вообще не умеет на Фидел Стике играть, хотя я не знаю, что тут не умеет. Стан пытался попасть в Звен, не попал. Интересное видео вот делал перед этим Джет, американский аналитик. Он сделал прям в прямом эфире объяснение, как играть Хеймер Дингера на ботлейне. И это было объяснение вполне актуально, потому что Хеймер Дингера на ботлейне по-прежнему играть можно. Это раз. А во-вторых, видимо, весь контингент американских соло-ку игроков не играет Хеймера все еще на боте, в то время как весь мир уже играет Хеймер Дингера на ботлейне. И поэтому он это сделал объяснение и рассказывал как раз, как это работает. Если хотите, если хотите, я могу этот пятиминутный его ролик полностью перевести на русский. Там, ну, несложный английский. просто у него реально очень качественно все было показано. Было видно, что он по сценарию все делает, но это если только хотите. А чтобы захотеть, надо задонатить. Я буду вас провоцировать. Сегодня не было просто никаких донатов, я грущу. Плакаю, плакаю, кушать нечего. Печеньки есть? Печеньки? Без, без, шоколада с алмазами не хочу. Ребятки, дайте поспаймим нас 500, а надо всего дойти сообщение, сделаем приятно нашему шпротнику. Кстати, да, по поводу этого. Мы вчера челлендж выполнили на 100 сообщений в чат разом. Надо сегодня сделать, попытаться, сделать, если у вас реально сейчас 500 человек, поспаймите в чате единичку либо двоечку. Двоечка это будет, что вы не хотите видео про Хеймера, единичка это вы хотите видео про Хеймер Дингера на русском языке перевод, который сделал как раз таки Джет. Как задонатить? Задонатить довольно просто, снизу есть ссылка в описании, там написана кнопка донат и ты попадешь на сайт Донат Пэй. Пятерку кто-то спамил, а кто-то еще и троечку. Я все слежу, я слежу, я каждого записываю, ребят. Нам нужно, чтобы 200 человек проспамились на Твиче, но я не знаю, получится такое или нет. Спамим, спамим, я голосование еще не закончил. Скин название канала этого парня, please. Какого парня? Ты про Джетта? Джетта это не парень, это аналитик американский, я считаю, он, наверное, один из самых адекватных у них там, ну то есть там есть, как обычно, шоумены, есть аналитики, есть комментаторы, и вот если с точки зрения анализа идти, Джетт самый лучший, это мне так кажется. А с точки зрения шоуменства, он, конечно, проигрывает. Аналитики не люди, не люди. Все устали, что ли? Пальцы не работают. Но я понял, вы хотите, ладно, так и быть, еще чуть поспамим единичку, и тогда я сделаю вам перевод этого видео, но оно недолго, я в прямом эфире прямого сделаю, ну не сегодня уже, а завтра оно с утра у вас появится, ну или послезавтра, ну или через год, да не, появится, появится, не волнуйтесь. Нам нужно, я еще раз объясню, на Твиче, чтобы 200 разных человек, именно разных, одновременно писали сообщение. Ведь завтра, это уже сегодня. Это интересная мысль. Так, нам еще 14 минут надо о чем-то болтать, ребят, потому что ничего еще в ближайшие 14 минут происходить не будет. Это Райт Джет, да, Райт Джет, именно так он пишется, Райт.джет. Еще 14 минут поболтать. Как погода вам. Кстати, Риут, я смотрю, поменяли местами чемпионов, наконец-то. Сообразили. По фарму у нас в адовый отрыв уходит, Талия вместе с Зайей. Зайя не должна джангельский предмет до конца доделывать, а Талия, кстати, может его доделать, потому что хороший баф она с этого будет получать. Это Фунолингталия? Да, уже играли Фунолингталию. БДД ее играл и, по-моему, еще кто-то из Кореи. Оба раза, кстати, Фунолингталия побеждала, сколько я помню. То есть, как раз у нее с этим проблем нет. Виви, завтра на футбол? Конечно. Билет купил и ни в коем случае не продам. Блин, если бы у меня был билет на футбольный матч в Лужнике, завтра на финальный, я думаю, я бы сейчас поискал где-нибудь богатенького француза и продал бы ему этот билет. Потому что, наверняка, я бы его заранее купил где-то там за 70 тысяч рублей, а сейчас бы продавал так за полмиллиона. Знаете что, его бы скорее всего купили у меня еще. Довольно быстро. Когда рекорд? А я не знаю, когда рекорд. Это надо будет потом посмотреть. Отвич после стрима только делает эти челленджи. Хотя, не знаю, может быть, он в лайв-режиме сделал. Тут все равно ничего не происходит. Давайте посмотрим. Такой интересный стрим, но они сами виноваты. Вот, я вам просто покажу. Вот они челленджи. И Талк Ту Ми соточка у нас выполнена. Вот она, видите? Талк Ту Ми вчера выполнили. А Талк Ту Ми вот этот 200, он еще не обновился. Спепси подарил 50. Опа. На печеньки. На что? Блин. На печенягов ребят нам подарили. Ну и печенеги это печенеги еще те. Ну большое спасибо. Ночные донаты, говорят, самые редкие вещи, которые вообще происходят. Ночные донаты, они самые крутые. Один рубль ночного доната стоит как две шлюхи. Блин, я хотел какой-нибудь город назвать, а потом мне только в голову начали приходить русские города. Я бы боялся, побоялся именно обидеть, обидеть представителей этого города. Пусть будет Белгород. Вот как. Хотя, наверное, в Белгороде не самые. А как там город невест называется в России? Вот. Как из города невест. Не Белгород точно был. Иваново, да, по-моему, город невест? Кто вин? Ой, поверь мне, мы это еще не узнаем 13 минут, как минимум. Но пока у ТСМ все идет лучше. Они сломали вышку быстрее на боте, потому что Хеймер вместе с Фиддлстиком легко могут запушивать Белгородом. Ты обидел бобра. Бобры-добры. Бобры как раз нас простят. Тернополь. Тернополь, я помню, на телефон скачал игру, пока я в Испанию летал на каникулы и качал на телефон игру, и как раз там был Чернобыль, про Чернобыль типа игра, только она называлась Тернополь. В общем, не качайте эту игру. Я удалил с телефона уже. Зато в другую поиграл меня, она зацепила. Даркн... Как же она называла? Не Даркнесс Данжен, а... Бэйт Данжен. Блин, у меня же телефон есть рядом. Сейчас скажу, как она называлась. Может, кому понравится, мне лично зашла эта игра. В нее я играл очень долго. Гриди Кейв. The Gritty Кейв. Хорошая игра. Можете попробовать. Это типа Diablo такой, только на телефон. Ну, Android, понятное дело, вам надо иметь. Реклама. Дайте мне рекламу, просто хорошая игра. В нее хотя бы залипнуть можно. В отличие от многих других игр, которые на телефон качаешь и... через уже два часа. Скукота какая-то. И больше никогда не допускаешь. Она уже старенькая. Ну, вот, видишь, а для меня она была новенькая. В кликеры не играешь? Не, не люблю. Али Бетков подарил 50. Опа, привет. Мне кажется, что Саточка должна победить. Во-первых, Талия Фунеллинг, редкое явление Бьерксен не сумеет в эту стратегию. А во-вторых, ТСМ Сусад. Пысы. А во-вторых, что? Ребят, а во-вторых, что я не раз слышал? у нас еще один донат, давайте послушаем. Ночные донаты, они крутые. Но еще 10 минут, и начнется экшн. Поверьте мне, через 10 минут будет экшн. Петр подарил 200. О, Петр. Ты лучший стример Лиги Легенд. Большое спасибо. А ты лучше донатишь за сегодняшний вечер. И это правда. Если то, что ты написал, возможно ложь, а возможно правда, то вот то, что я сказал, это абсолютная правда. Сегодня ты лучший донатик. ТСМ Сусад. Ты ссы. Не знаю, что это такое и как это переводится, но весьма вероятно, что это правда. Ну, у ТСМ, мне кажется, Легенд чуть-чуть послабее, потому что у них нет физического урона толком, у них только Дариус есть. Тут вопрос идет к тому, как сможет Бьерксон реализовать свою Талию, которая будет жутко развиженная. Мне не нравится, что Коди Сан уже закупил предметы джанглерские. Ему надо было, конечно же, идти сначала просто предметы стандартные. Ракан Джонни упражал. О, что делать, ребят, это почти победа. Да-да. Директ подарил 100. Опа. Держи денежку, а то ты че приуныл. Я не приуныл, у меня все хорошо, а теперь стало еще лучше на 100 рублей. Я чувствую себя, ребят, на 300 рублей сейчас. Не, подождите. На 400 рублей, чуть было не забыл про ТСМ. Я чувствую себя на 400 рублей сейчас. Вот такое, знаете, ощущение. Обычно говорят, чувствуешь себя на миллион долларов, а я вот на 400 рублей. Тут у нас Звена пытались убить, он отфлешивается, и пошла хорошая станка от Звена, и Звен тут же зарабатывает килл для своей команды. Это первый килл в этом матче. И, кстати, Рюшка, возможно, бы догорел, если бы за ним продолжили погоню. Но он успел отсосать немножко здоровья у Фиддл Стика. Вообще-то какой-то странный бутлейн был. У нас Пайк, Пират, Хеймер, Инженер и два Сосателя. И получилось, что вот Фиддл Стик насосал лучше. Это стоимость на 400 рублей. Ну, типа того. Какая там игра была? The Greedy Cave. Еще раз. Я там на 50-м левеле сейчас. Не по второму разу прохожу, а по первому. 50-й, но там что-то как-то сложно стало. Там уже донат надо делать, судя по всему, а я донатить не хочу в эту игру. Ну, или больше играть. А больше играть времени сейчас нет. Я из отпуска уже вернулся. Название напиши. Да вон, там уже на Ютубе написали название. Я смотрю. Как можно слово гриди не знать, как пишется? А кейф это пещера. Вроде тоже несложно. Прямо как в фильмах всегда медсестре кричат «Отсос!» Ну да, кстати, есть такое. Я тут залпом посмотрел этого Доктора Хауса. Шикарный сериал зашел. Так, еще 6 минут, ребята, и мы начнем Олеге говорить. Так вот, всем советую, Доктор Хаус, шикарно. Только не смотрите Доктора Шпримбельга, или как он там, русская версия. Я посмотрел первую серию, и боже мой, какой ужас. Лучше бы я этого не видел. Пытаюсь забыть до сих пор. Доктор Шпримбельга, Рихтер, 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 вспомнил. Это не смотрите. Смотрите только вот Хауса. Первые 4 сезона просто вышка. Дальше там чуть-чуть похуже, по-моему, 6 сезонов всего лишь в нем было. Но я все сезоны уже до конца досмотрел тогда, чтобы узнать, чем закончится. Просто шикардос. И там тоже «Отсос!» кричали. Было дело, а 8 сезонов подсказывает. Ха, тогда, значит, до пятого где-то сезона надо смотреть. Короче, не, блин, если я сполерну результат, ну, то есть, я скажу, до какого сезона именно вот хорошо все идет, то люди, которые не смотрели, им будет неинтересно потом. Не буду говорить. В общем, вы сами поймете, когда становится там все плохо. А вы это реально поймете. Там и шуток станет меньше, и слишком много какой-то романтики будет непонятной. Будет-будет. Там волчанка же пока до них. Кстати, волчанка, я считал, я считал разные болезни, которые там были. Волчанка всего три раза встречалась за весь сезон. Восемь серий, восемь сезонов, и всего три раза была волчанка. Болезни они вот реально почти не повторяли. То есть, там некоторые болезни по два раза были. Волчанка, вот, мне тоже казалось, что она так часто. Просто у них было очень много раз предположений, что это волчанка, но она не оказывалась волчанкой. А вот именно, что это был, финальные результаты три раза клиника топ сериал но клиника это чистая комедия а здесь уже драматический сериал некотором роде это драма с элементами юмора волчанка это что-то типа мема да 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 вот в итоге так и было но здесь хорошего лэн кстати идет памяти время-то еще не наступило что так рано звончика убивает он успевает прописать стан по двум игрокам но таким образом только спасает митю ненадолго мне кажется вы сейчас замедлить да у него в ромящие ботинки которые мы отменили и с ульты его пайк собирает пайка уходит монетки он их прожимает плюс три соточки и это киралька уходит за команды соточка те самые в этот момент забирали дракона вы видели снизу ну и пора наверно вернуться на блику легенд потому что закончилась фунолинговая стадия и мы перешли с вами к уже болезни жутко протекающей до этого она только начинала протекать протекать странное слово двусмысленное в клинике ведь тоже есть пару серий прям до слез не но вообще во многих таких сериалах если язву слезы слезливые серии то есть даже в том же самом сериале друзья или как я встретил вашу маму там тоже из серии до слез хороший флеша лин кстати ешка замедлила двух игроков бирсон пытается дать проказ по афраму афраму хоть джоню и гнайд был кинут грик кидает свое подкидывание бирсон уходит джоню и жене он выйдет и сможет парю дамажит но там кодисан делает флеш попытается убить кодисану но тут делать золотого алистара и золотой алистар выигрывает время чтобы митя дал флеш инициацию и убил кодисану но кодисан остается в живых правда ненадолго антика смогут убить отсасывают у анды но она не хочет этого и от флешивается афраму он вернулся в тимфайт но надолго ли по нему начинают прыгать баунсы баунсы его не добивает алистар погибает имейте говорит ребята на что же вы меня оставили 53 пульс команды соточки тсм они сломали вышку снизу правда все еще пушат хеймер вышку на топе он изначально пошел на топ-лейн и продолжает там быть на телепорте к нему возвращается сейчас владимир 2 очень питых вышки остались у команды соточки но они выиграли тем файл ура спасибо им что ничуть раньше провели сражение хотя по предметам я вижу еще были не готовы обратите внимание на за и у нее один предмет по сути только собранный кюсс это защита джангельски это не предмет когда вы играете через фонулинг у бергсон джангельски это все же предмет это ослабленный лу донсека и жоня ну то есть бергсон морелку не собрал еще вот стаффа нет поэтому так мало урона от него заходило когда же майкинга выпустят я думаю когда он начнет хорошо играть прожить у него же был киоса видимо киоса после даже этого сражения только появился коди сана а вот зачем митя кстати начал здесь отсасывать у ванды мне кажется если бы он просто бил и бежал было больше шансов бы убить просто он же не максил w обычно фиддл стеки который играет саппорта не максит ешку свою это сайланс прыгающий а потом кушку фир чтобы эфир был дольше там он потому что скеллица от секунды и две десятых до секунды и восемь десятых вроде как или до двух секунд поэтому w многие вообще даже не вкачивать фиддл стеку а на первом уровне она очень слабо этом 10 урона в секунду то есть ты софта так реально больше урона наносишь это глупо было сейчас его стороны давай w они просто бить авто атаками тому фиддл стек все же как-никак 60 урона не понял почему ультой шай не застанила талия ульта сама по себе никогда не станет ульта это кинуть пять перьев вперед ты fallout поправляет меня от меня говорит мин секунда 25 до 2 25 ну я помню что от начала секунда 20 а вот концовочка 225 довольно долго кстати бергсон здесь лоид это обреченный бергсон без вардов у него был его легко убивает и по моему поплыла команда тсм ничего не уже сделать вот игры толком не смогут у них нет адекере то что фунале ли они бергсон это очень ничего им не дает вот так вот перья когда они должны были стягивать бергсон там надо чтобы три пера было ребят а там не все перья задели бергсон только два по моему про нему прошли поэтому бергсон не поймал три пера и это тоже кстати было фильме доктор house так вот а если ты не ловишь три пера то ты не станешь не станешься никак вот такие дела ребят вот правильно говорите йог три пера равно стан да там не всегда вот именно так задевает бергсон был как раз на самом самом там конце стоял и поэтому три пера поймать не смог совсем у нас какой-то пошлый стрим стал надо прекращать я же говорил ты и 705 бергсон не умеет сложных чемпионов да это легкий чемпион на самом деле эта игра платная лига легенд нет бесплатная абсолютно может скачать ее с сайта лиги легенд не знаю если рефералки еще если есть рефералки киньте кто-нибудь человек а потом еще с ним сыграть кстати говоря бонус можно получить за игру с ним рио ты сейчас открыли бонус если ты играть с человеком которого ниже 15 уровня вместе то ты получаешь что-то там что-то там получаешь короче игра как дота прям но я сегодня как раз перечитывал эту тему потому что на гудгейме на форуме поднялась а не вру это не на гудгейме было это было на официальном канале вконтакте лиги легенд там люди начали спорить на тему кто кто создал мир короче говоря и пришли к тому что оказывается лига легенд все украла у world of warcraft я вообще не понял как они к этому пришли но они каким-то образом к этому пришли когда это прочитал вот эту всю ахинею которую они там написали эти гении люди я понял что но я не модератор никакой не могу их убрать решил прочитать чтобы ну точно убедиться что они не правы и перечитал снова эту вот информацию которую могу вам рассказать потому что эта игра скорее всего уже сделано хотя первое что он тут пытается рю поймать тут рядом еще хаузер на шишечки прыгает но не догонит наношера еще могут csm и стартануть вот это единственный мне кажется их шанс спасти эту игру потому что она реально ускользает у них из пальцев так вот кто не знает был такой человек как и ул он создал на движке игры warcraft 3 rock rain of house создал игру который назвал ancient of champion или как-то так не defense of the ancient который потом дотой стала а у него она чуть по-другому называлась когда вышел dlc для warcraft 3 frozen throne он не решился делать продолжение этой игры но он позволил и людям обычным сделать эту игру у него не было времени и еул сказал ну делайте сами если хотите за это сами взялись 4 человека 4 человека их звали сейчас подождите посмотрим как тут битва произойдет хороший килл для бьертина идет неплохая инициация продать владимира владимир чат может со всеми разобраться не очень много урона отзывая на идиоты у нас минус происходит фидалстикхаузер уходит джоню какое-то время там простоит но это килл потом еще один келл и все еще жив кодисан все еще жив владимира так что бьертина можно будет разобрать продать тележки звена все же доставляют и решает отойти команда соточка но вы чувствуете уже да как все легко тут идет для соточки они потеряв пайка умудрились 4 в 5 снова играть битву в троих против одного причем пайк умер сразу он даже не успел ничего сделать неприятно так вот четыре человека донат все давайте послушаем макси черный подарил сто пятьдесят привет тебе ты не болел голос не хрипел жопа не горела и джебашил ты как зверь спасибо тебе большое макосимка за 150 рублей и постараемся чтобы все твои пожелания исполнились которые мне таки дал так вот четыре пацана до четыре пацана собрались вместе и решили сделать игру один из них присоединился позже это был айсфрок он присоединился позже всех а первый был триндомер райс и вот я забыл имя еще одного гуинца гуинца как я мог его забыть вот гуинца триндомер райс и айсфрок они вчетвером начали делать эту игру доту первую потом когда они ее сделали они подумали про себя а почему бы не сделать ее на отдельном движке зачем мы ее делаем на пыльке близардовском игры warcraft 3 и два из этих пацанов отсоединились от этой компании я расскажу после петр подарил 100 держи соточку за победку со точки но они еще не выиграли но я думаю они здесь действительно победят у них очень все они хорошо вышку еще сломали но я добью мысль так вот когда эта игра перешла уже из там пятой какой-то части в шестую часть два игрока именно не игрока создатели райс и триндомер отсоединились и сказали что буду делать свою собственную такую игру айсфрок остался у руля а гуинца еще какое-то время был вместе с айсфроком а потом сказал мне это тоже не особо интересно попробую вместе с ними вложиться в лигу легенд потом правда он ушел из лиги легенд они так ее назвали сначала они не знали какое название вообще игре придумать они думали с разными там battle of что-то придумать и вот так вот получилось что создатели доты первый это в общем-то и те же самые создатели что и лиги легенд правда не все айсфрок так и остался работать на доты первые потом продал эти права вальва и вальва сделали доту вторую а лига легенд создали свою компанию riot games и именно почему они райт сделали название потому что сотрудники почти бесплатно там работали в ней первое время это было с 2005 года и в 2009 они выпустили таки игру лига легенд на альфа тест лигу в шторм да она даже называлась первое время вот действительно такое название не сначала даже и придумали но потом они послушали что это будет типа лост типа лодз ну такие вы знаете хотели созвучие сделать хорошие тут мимасик появился в интернете мимасик который лол очень много людей заместо слова ха-ха или просто улыбки говорили лол типа но до сих пор у меня например до сих пор этот сленговое слово осталось и она вот когда мимасиком было в 2005 году и они тогда решили придумать игру который будет сленгами на лол а это лига легенд лигу of legends вот такие дела так что никаких ссор у них друг с другом нет многие люди считают что разработчики доты мол воровали все у лиги легенд или наоборот лига легенд воровала все у доты ничего такого не было не просто вместе ее придумали поэтому не отсылки делают к друг другу у нас есть в игре гуинса до сих пор честь первого создателя юла у нас нет зато в доте есть юл честь первого создателя доты но здесь проблема небольшая у команды соточки они просто дарят килл и за ним одарят килл номер два это очень грубо ошиблись зато созвучие у близзардов получилось не очень да они вообще не знаю как они могли придумать такое дурацкое название hots hero of the storm у нас здесь дракончика вот этого собирается забирать команда тсм на шорчика прошу прощения из-за того что они сделали килл на наших фунелингинг соточка у нас анда сделал врыв промахнулся и потом решил коди сам подойти помочь ему интересно вроде сюда дает от владимир он дает ульту шикарно прокатство то может быть минус хаузер просто убьет его честно шор пак делает килл вместе с дариуса пытается убить митю но прыгает в стенку афраму ты что правда мудо ходить где хотеть и убил еще двух игроков для своей команды григу здесь проблема потому что за него цепляется все же афраму дает ульту но в стенку прыгнул неудачно афраму мог бы больше киллов для своей команды заработать командатистом сделала на шора с потери четырех игроков гуинс это еще и был их хекс из первой доты а ну вот видите там тоже было отражение гуинса в игре а так они же специальные и а егес это общее название было и guardian angel это общее на на карте начал как бы вроде как название такое любой мог придумать но у нас барон на шора у них рошан главное чудовище таких отсылок очень много они просто с любовью некотором роде друг другу относятся потому что мы были же когда-то вместе дружили же когда до ошибки очень сильно здесь у нас конечно коди сан он хотел дать рейкану возможность прыгнуть на него из-за этого подошел слишком близко а потом у него фиддл стик с фиром прыгнул и он неудачно дал ки сс потому что после фира тут же получил сайланс в лицо но вот тут уже у команды тсм ошиблась у них было хеймер дингер который мог просто своей тележки расставить и они подпустить команду соточки либо бы забрать на шора очень быстро но он от зонился сам себя от на шора и в итоге получилось что соточка забрала 4 тсм и забрали на шоры те кто часто смотрят мои стримы знают что если вы забираете на шора но теряете при этом четырех игроков то вы сыграли просто вровень по золоту вы ничего не заработали на этом на шоре реализовать вы его не сможете потому что у вас только на одном игроке он висит и скорее всего вы будете терять объекты потому что вы быть еще мертвый секунд 40 фрозен хард тоже отсылка к варику да 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 там никаких этих претензий нет так конечно в лиге легенд тут начались потом разные разборы с судами сначала был суд кстати первый самый ключевой суд для вот этих всех игр это близарды пытались судиться с дотой за то что ну те используют всех своих чемпионов дота 2 взяла всех чемпионов из доты 1 на близарды понимаете так как эта игра была на их движке они могли имели право типа на эту игру какой-то ну такое незначительное право имели и из-за этого они решили посудиться сваливая и проиграли этот суд вообще в чистую хоть и вроде как на движке их игры были те же самые чемпионы нужно сам дай делает заход с другой стороны вместе с ним пытается убить там тележка конечно звена мешает сам добирают скидать топор прыгать туда кодисан минус звена блин шикарно конечно соточка играет ну с другой стороны 30 минут а чего вы хотите когда у оппонентов нет и декери даже это не сложно не они умели имели они не были родоначальниками но они были уже в той же компании с айсфрогом они все вместе вчетвером ее ну не начинали начинал ее отдельно делать гуинца потом присоединился райс и трендомир сказали что ну наверное лучше делать уже самостоятельную игру чем на этом движке и ушли а потом этот передал все айсфрогу вот так вот было а гуинца сам решил к ним пойти так что там примерно так сейчас уже знаете летопись пишет тот кто прав не всегда знаете летопись пишет тот кто пишет летопись круче здесь нет такого знаете показатели не считаю что есть какая-то игра который круче другой здесь обе игры самостоятельно развиваются одна пошла по пути бесплатности и киберспорту это лига легенд 2 пошла по пути популяризации и даже в некотором вроде черного пиара потому что свое время ну сами знаете дотер это было же не только из-за лола называли дотерами игроков дотер это было знаете оскорбительное слово что ты типа токсичен и просто ведешь себя плохо в любой игре то есть даже если ты в кс начнешь там курва и другие слова говорить у тебя могли назвать дотер то есть такое прям было а это изменился это не изменилось поэтому я говорю что это скорее было черным пиаром с стороны но так вот еще хотел сказать до этого какая-то мысль была под тем файта не помню лучше дота как игра но не будем к этому переходить кто ну у каждого своем мне например я считаю лучшая игра хронокросс и все jrpg шкиф это вены все из онлайн игры кс все еще жив значит кс лучше по логике просто столетие продолжительности жизни онлайн игры кс переплюнет и доту и лол и вообще все остальное что есть рагнарок не рагнарок это мморпг то есть если из-за мморпг эти то наверное рагнароком старше будет вова но при этом линейка вроде вторая жизнь у него появилась так что возможно линейка так то будет а я про суд говорил все вспомнил суд то что проиграли на близзардовцы и после этого они потеряли права на ну вообще эту игру хоть как-то и имя это и поэтому дота ведь требования были на близзардов заплатить там какие-то репарации ну типа докажите нам что это ваша игра и если вы все же не сможете доказать из минимальных требования они требовали чтобы название игры было другое это же блин я не помню какое название игры они требовали ну то есть сменить название игры даже уже валевая начала подумывать о том чтобы игру переименовать в другое название и там были даже примеры какие-то они там по пользователям ходили там пять примеров кинули какие будет лучше но они суд полностью проиграли то есть полностью была оправдана dota и они оставили название dota 2 все могла быть по-другому совершенно названа игра потому что ну вы сами понимаете что большинство людей на dota 2 перешли просто потому что это dota 2 а до этого было dota 1 и все они потому что игра была лучше чем dota 1 старкрафте была создана эта карта близарда me ну да да сами близарды сделали сначала эту карту 5 на 5 в старкрафте но именно чтобы чемпионов использовали сделал я же говорил да ты прослушала то здесь идет инициация попытка забрать нашу родную неудачно потому что успевает у нас зая нажать свой смайт хороший тут all-in конечно был отметен но толку там они два саппорта пытается всех убить то время как два полутанка брузера мунда вместе с владимиром разрывает всю команду тсм тсм и на пиках проиграли еще когда вы проигрываете на пиках банах надо что-то менять в самой игре вы должны отказаться от планов у на линга были то есть ну я не знаю почему тренер этого не увидел я это увидел еще на банах пиках они этого не увидели вы должны были отказаться сразу от вашего плана фона линга вы должны были начать играть по-другому может быть хеймера отправить на мид вместе с фиддл стиком чтобы они еще жестче запушивали их а самим попытаться забирать красный и синий лес вы но как-то таком что-то надо было менять обязательно что-то надо было менять команде тсм играть просто фонулинг где вы будете 20 минут фармиться а потом вы будете проигрывать тимфайт потому что у них тупо лучший сетап это глупо ну так вот суды они проиграли а потом у нас начались суды против райт games а по поводу того что некоторые чемпионы очень похожи на реальных комикс героев на фильм героев и так далее некоторые суды риоты проигрывали другие суды риоты выигрывали ну и ничего никому не платили но эти суды до сих пор продолжаются до сих пор многие пытаются доказать что это в моей игре был такой персонаж а вы его просто скин украли и может сказать используйте но многие кстати даже до судов не доходят а просто риоты заранее там заплатит какой-нибудь там не знаю 100 тысяч долларов ему они останутся довольными там афраму нашел кого-то и поцеловал в щечку наверняка это некрасивый негротянский мальчик или девочка давайте послушаем донатик алибетков подарил 100 асм соса соточку за соточку соточку за соса тачку да команда тсм конечно отвратительно отыграла этот матч но я последнюю мысль доведу хочу просто вам сказать что риоты выкладывали данные за 2016 год это за 2016 всем 7 сезоне я вам про это рассказывал в начале седьмого сезона примерные цифры каждый скин риотом приносит просто скин выпущенный среднем приносит около четырех с половиной миллионов так что я думаю 100 тысяч они готовы пожертвовать некоторым людям которые говорят хорошо ну что ж идем на перерыв небольшой после этого перерыва будет играть у нас команда клатч гейминг против golden guardian матч сам по себе не обещает быть интересным но надеюсь хотя бы пики не будет фунулинг на фунулинг